Здравствуйте! С вами дама-хозяйка Татьяна Бадябина. Неприятные запахи могут испортить впечатление о доме даже у самых непритязательных гостей и свести на нет все старания хозяйки. Рыба, тушеная в домашней сметане с прованскими травами, тем хороша, что готовить ее просто, быстро и при этом есть очень легко и удобно и, самое главное, очень полезно. Итак, берем филе рыбы, режем его на небольшие кусочки, вот такие вот примерно, обваляем рыбу в муке с перцем и солью, чтобы она не была пресной. Так, все кусочки можно прям сразу в муку. Ставим сковородку на огонь, пока сковородка нагревается, мы как раз с вами нашу рыбку. Так, наливаем масло, примерно, масло наливаем примерно 2-3 столовые ложки. Дождитесь, пока масло нагреется до нужной температуры и выложите нашу рыбку. Как только рыбка чуть-чуть схватилась, выложите ее из сковородки, выложите в сковородку нарезанный кольцами или полукольцами репчатый лук, немножко, вы прям капельку-капельку совсем прижарьте. Так, чтобы лук только схватился прям, был чуть-чуть помягче. Есть. Уменьшаем огонь, посыпаем прованскими травами, прям щедро можно посыпать прованских трав, много не бывает. Накрываем крышкой буквально на 1 минуту. В это время берем домашнюю сметану, пару веточек укропа, укроп нужно будет мелко порубить. Смешиваем со сметаной. Так. Укропа много кладь не нужно, он перебьет запах прованских трав. А если положите чуть-чуть, то он добавит пикантную нотку. И заливаем нашу рыбу домашней сметаной. Так. Чуть-чуть сметану по рыбке распределим, разровняем. Накрываем крышкой. Оставляем рыбку под крышкой тушиться буквально 2 минуты. Снимаем. Рыбка готова и можно подавать гостям. Но сметану-то домашнюю я приготовила сама, поэтому сейчас покажу, как ее сделать. Домашнюю сметану можно приготовить из специальной закваски от Империи заквасок. Очень вкусно, быстро и полезно. Итак, нам понадобится 1 литр молока комнатной температуры, 1 пакетик закваски и либо термос, либо мультиварка, либо йогуртница. Итак, берем пакетик закваски, открываем и высыпаем в небольшое количество молока, которое мы отлили от того самого литра. Высыпаем. Так. Высыпаем. И очень тщательно размешиваем. Размешиваем до тех пор, пока закваска не растворится. Это, может быть, займет какое-то время. Но зато сметана точно получится. Итак, размешали. Потом выливаем закваску в молоко. Нам нужно, чтобы закваска полностью в молоке растворилась. Тогда она действительно начнет правильно действовать, и сметана действительно получится. Я для приготовления сметаны использую йогуртницу. Ну, налил, поставил, и никаких хлопот. Итак, аккуратно в баночки наливаем молоко с закваской. И ставим йогуртницу. Разлили молоко с закваской по баночкам. Закрыли крышкой. Нажали на кнопочку. Включили программу. И через 8 часов у нас будет готова домашняя, нежная, очень вкусная, при этом маложирная сметана. Хранить такую сметану, поскольку она без консервантов, можно не более трех дней. Но, уверяю, вот больше, чем один день в вашем холодильнике она не продержится. Ну, потому что ее съедят. Ни в одном магазине вы такую сметану купить не сможете. И это касается не только ее вкуса, который похож на вкус свежевзбитых сливок. Вообще сметана считается русскими сливками. Нет. Это еще касается того, что обычно говорят, сметана – это очень тяжелый продукт, а я и так полная. Фигуры у всех разные. Есть полненькие люди, есть худые люди. Но всегда, как правило, не всегда, как правило, или чего-то слишком много, или чего-то не хватает. Вот наша сметана, которую вы будете делать сами, позволяет это чего-то убрать. Худые могут потолстеть, а полные люди могут похудеть. Почему? Потому что сметана, которую вы можете сделать из закваски, очень ускоряет обмен веществ. За счет ускорения обмена веществ, если вы используете маложирную сметану, то есть в молоко добавляете немного сливок, ваш личный жир начинает вовлекаться в обмен. И если эта сметана съедается до обеда, по 100 грамм, вы получаете, во-первых, хороший полноценный завтрак со всеми витаминами и аминокислотами, но вы еще и начинаете худеть. Сметана наша в густом виде годится даже для того, чтобы заменить масло и использовать ее вместо масла для бутербродов. Можно делать жидкую сметану. Холин, который в ней содержится, очень благотворно влияет на память. И еще хочу сказать, что важные для детей, для взрослых и для спортсменов минеральные элементы в наших нормальных продуктах абсолютно сбалансированы. Принимая кисломолочные продукты, вы практически создаете вторую печень, которая помогает, разгружает первое, и помогает нормально жить в этом химическом мире. Молочные кислые бактерии живут у нас в кишечнике, стимулируют наш иммунитет, предупреждают аллергию, дают нам 70% всех витаминов, в то время как химические препараты только 1-3%. Это прекрасно усвояемые витамины. Они обеспечивают нас белком, аминокислотами, биологически активными веществами. И самое главное, не дают развиваться патогенным, то есть блестиверным бактериям. И это все делают наши замечательные помощники молочнокислой бактерии. Рыба у нас с вами готова, гости на пороге, но в доме пахнет как-то не очень приятно. И жареная рыба, и какие-то неприятные запахи витают. Надо срочно принять меры. Во-первых, посмотрите на раковину и выкиньте в ведро все грязные старые губки для мытья посуды, тряпки, которыми вы вытираете столы, столешницы. Это все надо выкинуть. Вообще, по уму, надо бы сразу вынести в ведро. Но, если у вас реально нет на это времени, вы не успеваете, киньте в ведро несколько таблеток активированного угля. Потом заверните пакет с мусором вот таким вот образом и сверху положите газету. Дело в том, что газета очень хорошо впитывает неприятные запахи в себя, но при этом из себя их не выпускает. И у вас в доме не будет неприятных запахов, по крайней мере, из ведра. Дальше обязательно продезинфицируйте раковину. Даже если нет в раковине засора, все равно там есть какие-то остатки пищи, какие-то остатки моющих средств. И это все очень неприятно пахнет. Кладем в раковину 2-3 столовые ложки с горкой соды. И наливаем уксус. И ждем вот этой реакции. И как раз весь слив прочистится, и оттуда не будут доноситься неприятные такие очень хорошие запахи. Источники неприятных запахов мы с вами нейтрализовали. А теперь нужно сделать так, чтобы в доме витали очень легкие, очень приятные ароматы. Освежитель для воздуха можно сделать своими собственными руками, при этом за сущие копейки и без всякого вреда для окружающей среды. Для этого нам понадобится пульверизатор, примерно стакан холодной кипяченой воды, немного спирта, примерно 1 чайная ложка. И добавляем в нашу водо-спиртовую смесь несколько капель аромамасла. Я люблю, когда у меня дома пахнет, как в Крыму, розами. Взбалтываем, чтобы наша смесь тщательно перемешалась и все компоненты соединились между собой. Все, ароматизатор готов. Мы начинаем его. Ой, слушайте, и правда, как будто я в Евпатории, а кругом цветут розы. Вкусный ужин готов, по дому витают тончайшие ароматы, и самое время в ожидании гостей заняться собой любимой. Потому что мы хоть хозяйки, но в первую очередь дамы. Оригинальное и многофункциональное решение для вашего дома. Расположитесь в уютном гнездышке после трудового дня. Оустер не только кресло, а и комфортабельный матрас. Оустер – стильный предмет интерьера, который порадует вас красотой и комфортом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова